Валентина показывает удостоверение ветерана Новороссии. У женщины две контузии. Она, в числе других вынужденных пересленцев из Донбасса, приехала в Башкирию. У нас там не сладко, поэтому решила выехать, спасать ребенка. Огромнейшее спасибо всему вашей республике, которая откликнулась на нашу боль, на боль наших сограждан, которые остались без крова, без всего, без документов. Вы нас очень хорошо тут приняли, приняли совсем, можно сказать, сердцем и душой. Беженцев разместили в одной из городских гостиниц Салавата. Многие приехали с семьями и детьми, для которых была создана игровая комната. Бытовые условия люди называют хорошими. Было организовано горячее питание. Сейчас им помогают с оформлением документов. Сразу же сегодня у нас началось оформление документов. Пришли сотрудники из полиции, из пенсионного фонда и социального страхования. Помогают, подсказывают. Мы приняли 90 человек беженцев, переселенцев с Украины, с Республики Донецкой Народной Республики. Быстро организовано приняли их. Большое спасибо, конечно, службе волонтерской. Волонтеры вообще молодцы. Всем службам администрации города, конечно, очень быстро все организовали. В том числе порядка 30 детей. Даже сутки еще не прошли с момента, как они к нам заселились. Поэтому в настоящее время оказываем всю необходимую помощь, сопровождаем. Сидеть на месте никто из вынужденных переселенцев не намерен. Все собираются работать и устраивать своих детей в местные учебные учреждения. Мы хотим остаться с сыном. Я привезла вам сюда, в Республику, в КМС по настольному теннису. Мы три раза занимали кандидата мастера спорта. Но так как Республика у нас молодая, к нее мало кто въезжал, у нас не было возможности подниматься выше. Поэтому мы тут будем искать учебные заведения, дальше продвигаться, учиться и строить ребенку, будущее в вашей прекрасной Республике. Ну, хотя бы в той области, в которой я доработала, мы, допустим, по тренерству занимаемся, я официантом работаю, может, по поварской части. Нам просто еще ничего не предлагали. Из того, что предложат, я думаю, что что-то можно выбрать. Помимо бытовой и материальной поддержки, многим беженцам требуется психологическая помощь. Специалисты уже работают с людьми. Когда мы собрали психологов для подведения итогов первого общения, у многих были на глазах слезы, потому что действительно многим нужно будет психологически выравнивать то, что у них запущено, то, что с ними произошло в последние месяцы. Напомним, по информации ООН из Донбасса и с Украины, в Россию приехало 971 тысяча вынужденных переселенцев. А всего, по их данным, после начала специальной военной операции, Украина вынужденно покинула более 6 миллионов 800 тысяч человек. В Башкирию уже прибыло 654 беженца. Власти пообещали оказать помощь с трудоустройством взрослым, а детям устроятся в школы. Согласно постановлению правительства России, республика должна принять 1867 вынужденных переселенцев. Вы также можете оказать помощь беженцам. О том, как это сделать, указано в официальной группе администрации Салаватова ВКонтакте. Ссылка на нее указана на ваших экранах. Артур Бигнов, телеканал ЮТВ.